Выступление Путина, исторические, как бы к ним не относились события, обсудим с политологом Константином Калачевым, он уже на прямой связи с нашей студией. Константин Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, хотел бы спросить, как вы думаете, какие последствия присоединения новых территорий будет иметь для России? Самое печальное, собственно говоря, это продолжение войны. Это война до победного конца. Да, очевидно совершенно, что Украина с этим не смирится. Очевидно совершенно, что с этим не смирятся ее союзники. Понятно, что ситуация вин-вин уже пройдена. То есть, на самом деле, могла быть развилка, когда каждый фиксирует что-то и выдает это за свою победу. Эта ситуация пройдена. То есть, абсолютно ясно, что мы идем к противостоянию не только с Украиной. Украину как раз Путин не признает за собой. Мы идем к противостоянию к войне с Западом, которая из холодной может в какой-то момент превратиться в горячую. И знаете, я думаю, что цитату Ильина он сам писал свою речь, безусловно. И очевидно совершенно, что он шел к этому вступлению 22 года, и это его триумф воли. Он уступать не собирается, но и ему уступать тоже не собираются. Компромисс искать никто не хочет, потому что компромисс разрушает мечты, компромисс разрушает иллюзии. Компромисс всех огорчает, никому не нравится. А это означает, что воевать будем дальше. Но то, что Херсон, Запорожье, ЛДНР теперь часть России, Запад это не остановит никак, вы считаете? Ну, начнем с того, что сейчас часть России. Мы же с вами не знаем, как там дальше будет развиваться контр-ступление в СССР. Сегодня часть, завтра не часть, всякое может быть. Тем более, что Запорожье, строительство Запорожья, во всяком случае, город Запорожье находится на территории Украины. Это раз. А во-вторых, ну, знаете, я бы понял, если бы диагностировалась ДНР и ЛНР. Там люди в 2014 году вышли, проголосовали, и действительно 8 лет страдали мучаясь, потому что их 8 лет назад кинули, когда они голосовали не за независимость, а за посетение России, за российские захваты и пенсии, за то, чтобы стать россиянами. Это бы я понял. Но, что касается Запорожья и Херсона, это такой прям вызов, знаете, вот откровенный вызов всему мировому порядку. То есть мы хотим вернуть мир в 20-й век, из 21-го, а может быть даже в 19-й. Вы думаете, на это кто согласится? То есть, собственно говоря, я уважаю политическую волю Владимира Путина. Надо сказать, что он пытается продавить всех, да, пусть лучше этот мир прогнется под нас. Но мир согласится вернуться в 20-й век или в 19-й, для меня это не очевидно. Константин, вот хочу сказать сегодня, Сергей Лавров, министр иностранных дел, отметил, что нужно воспринимать всерьез фразу Путина, что чем дольше Киев будет отказываться от переговоров, тем сложнее будет договориться. На ваш взгляд, что это значит? Ну, это просто означает то, что не только мобилизованные, которые, собственно говоря, не могут заменить собой тактическое ядерное оружие, да, но и тактическое ядерное оружие может пойти в ход. Другое дело, что дальше, ну то есть, словно говоря, можно взять все, сжечь мосты, дальше-то что? То есть, если, есть Индия, да, у нее под боком Пакистан, с ядерным оружием, никто пока его не применяет. Но давайте задним прецедент. Да, есть Китай, у него сейчас с Южной Кореи все хорошо, с Северной Кореи так себе, вот, который тоже точно не хочет. То есть, на самом деле, можно продолжать повышать ставки, отмораживаться до конца. Да, вопрос, кто раньше умрет, Ишак или Падишак? Что-то совсем грустно. Тем не менее, спасибо большое вам. Это был политолог и руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Теперь обсудим еще один важный аспект присоединения новых территорий на прямой связи со студией военный эксперт Валерий Ширяев. Валерий Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Вот многие ждали от выступления президента новых заявлений касаемо военной повестки, либо особое положение в стране, либо расширение частичной мобилизации. Тем не менее, Путин лишь вновь повторил, что новые территории Россия будет защищать всеми имеющимися средствами. На ваш взгляд, как сейчас это может выглядеть, если уже Госдума, соответственно, и Совет Федерации на следующей неделе признают эти территории? Ну, вы не доверяете этому слову частичная мобилизация, потому что в законе-то нет разделения на частичную и всеобщее. Она от нуля до ста процентов, понимаете, так сказать. И там это в Генеральном штабе будет решать, сколько людей набирать, какие соединения собирать и так далее. Что касается непосредственно вот этих четырех областей, я политикой стараюсь не заниматься, сугубо военный комментарий по этому поводу. Я пытался, когда готовился к эфиру, найти в истории что-то похожее, и на память пришел только Израиль, который десятилетиями воюет со своими соседями, имеет самую лучшую армию мира и, в общем, не делает этого, понимаете, все время воевать бесконечно. Вот в таком положении окажутся все эти четыре области. То есть две армии, ВСУ и ВСРФ, находятся в экзистенциальном конфликте, в вооруженном противостоянии, которое невозможно прервать одностороннее. То есть никто не может сказать, все, я добился своих целей, я больше не воюю. Значит, поэтому, что бы ни говорило там руководство России, все, а Украине по Конституции даже процедуры такой выхода нет. И она будет отбивать эти области до конца. Значит, соответственно, единственный вариант, единственный, защитить эти четыре области, это захватить всю левобережную Украину и в дальнейшем лишить Украину выхода к Черному морю, захватив Одесскую Николаевскую область. То есть вот только таким способом можно добиться безопасности, будущей безопасности. Если сейчас конфликт будет прекращен каким-то фантастическим усилием политиков, будет прекращен вот в нынешней ситуации, то вторая украинская война разразится вот мгновенно, не пройдет нескольких месяцев. Украина получит передышку и опять начнет все отбивать назад. Избежать этого невозможно. Поэтому у российской армии, у России не стоит задача захватить как можно больше территорий. У них стоит задача нанести полное и окончательное поражение вооруженным силам Украины. То есть нет армии, государство беззащитно. А у украинской армии стоит задача вымотать как можно сильнее российские войска, значит, и всю эту нашу военную машину в период военной операции, и как бы добиться того, что станет очевидно, что военно-промышленный комплекс, армия и общество не в состоянии дольше вести эту войну. Условно говоря, это сценарий Вьетнамской войны, когда само общество прекратило войну. Само общество. Ну, когда гигантская страна номер один военная, оказалось бессильно что-либо предпринять, добиться поставленных политиками цели в маленькой заморской, заокеанской стране, понимаете? То есть такие случаи бывают. Каждая историческая аналогия хромает. Но то, что в истории такое бывало, маленькая страна побежала большую, бывало и неоднократно. Что касается российской армии, то у нее запас надежды Путина и генерального штаба таковый. Военно-промышленный потенциал и мобилизационный потенциал России неизмеримо превосходят украинский. И уже сейчас украинский потенциал близок к истощению. Если в течение ближайших 90 дней, может быть даже полгода, будут создано решающее превосходство над ВСУ в 2, в 3, в 4 раза, сколько им будет нужно, то этот вариант возможен. Я имею в виду разгром вооруженных сил Украины. Возможно. Константин Геннадьевич, а вы имеете в виду человеческий ресурс? Валерий Геннадьевич, я прошу прощения. Человеческий, не вооружений. Нет, нет, вооружение тоже плохо с ним все. И ВПК Украины лежит в руинах на самом деле. За них все делает сейчас фактически уже Европа. Ну и для этого должно быть соблюдено важнейшее условие. Важнейшее, номер один. Это ни одна страна НАТО не должна войти на Украину, чтобы помочь ВСУ своими войсками в рамках межгосударственного договора. Ну, кандидат номер один – это Польша. На самом деле, да? Вот. И для этого он постоянно повторяет про ядерное оружие. Понимаете? Намекает. Что конфликт между российской армией и НАТО – это несчастный конфликт между Польшей и Россией. Это уже конфликт с Америкой на стратегическом уровне. И все. И вот сегодняшний ответ буквально 40 минут назад Столтенберга, который сразу сказал, что НАТО не может принять Украину в свои ряды, он свидетельствует о том, что это сработало. Значит, у него будет гарантированное ненападение НАТО. Знаете, как у Пушкина. Это старинный спор славян промеж собою. Не лезьте сюда, мы сами разберемся. Вот так. Спасибо вам большое. Военный эксперт Валерий Ширяев был в эфире «РТВАЙ». Субтитры создавал DimaTorzok